Так начинается почти каждый день Галины Афанасьевны. Это Большой Утриш. Недалеко заповедник, белки заходят за орехами, по соседству живут горлицы, дрозды. Дроздиха. Она вообще прямо возле ног моих все время. Куда я, туда она. Вот я хожу по всей этой самой площадке, и она за мной. На участке фисташковые деревья, миндаль. В день рождения внука 25 лет назад хозяйка посадила пару можжевеловых шишек. Они взошли и прижились. А лет 7 назад решила окружить можжевельниками весь участок. Семян в округе в достатке. Они падают с очень старого дерева. Ученые считают, что ему лет 200, если не больше. Внешне плоды выглядят как ягоды. На самом деле это шишка. Первый раз ничего не получилось, первый год. Года два я мучилась. Они у меня падают, я их начинаю подкучивать. Они пропадают за зиму. Оказывается, у них ствол вытягивается. Я говорю, ствол нельзя закапывать. А я же думаю, они свалились, значит надо поднимать. До верхушки их окапывала. А потом приноровилась, не стала закапывать. Беру вон у соседей опилки, когда дрова пилят. И опилочками только подгрудила на зиму и все. Тем саженцам, где есть верхушка два года. Тем, что только взошли год. От идеи с живой изгородью Галина Афанасьевна отказалась, а саженца решила передать Утришскому заповеднику. Андрей Рыбченко закончил Воронежскую лесотехническую академию. Писал дипломную работу по можжевельникам. Сам проращивает семена этого растения. Не понаслышке знает, насколько трудоемкий процесс. То, что на делянке у Галины Афанасьевны взошли около 200 семян, вообще считает случаем из разряда уникальных. Даже с поправкой на то, что условия на участке близки к природным. Это просто, я считаю, что легкая рука в нее. Потому что это единицы, у которых получается так вырастить его. Это очень сложно. С научной точки зрения. Саженцы в подарок пришлись к стати. По случаю Всемирного дня земли, маленькие можжевельники решили передать юным натуралистам во все школы города-курорта. В той, что находится в соседнем Суко, во дворе кормушка. В ней куски хлеба. Судя по всему, кто-то поделился обедом из столовой. Экологией здесь ребята занимаются с первого класса. Природу сохранить надо. Дети надо, чтобы знали, что это такое. Почему надо этим заниматься всем. А иначе как? Кто будет сохранять? Они будут сохранять. Можжевельники высадили на специально подготовленном участке. Несколько саженцев поместят в разные почвы, чтобы посмотреть, какой быстрее будет расти. Педагоги считают, что ребятам такая задача вполне по силам. Главное на путстве от сотрудников заповедника, чтобы не забывали ухаживать, поливать, особенно в жаркую погоду и даже в выходные дни, потому что каждый в ответе за того, кого приручил. Продолжение следует... Продолжение следует...